Руслан, начинаем, как и всегда, с обзора и анализа ситуации на фронтах российско-украинской войны. Российские войска захватили горняк и взяли под контроль большую часть селидов. Об этом пишет украинский военный паблик Дипстейт. Украинские военные и также российские пишут о том, что захвачено уже все селидово. Также Дипстейт подтвердил захват почти всей Богоявленки к северу от Углидара. Небольшая часть села, по версии паблика, находится в серой зоне. Кроме того, россияне выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки на южно-донбасском фронте. Что касается Селидова, украинские военные с позывным «Мучной» пишут о том, что украинские воины выходят с северо-западного фланга Селидова. По городу все еще работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника. Город полностью уже захвачен. Российская армия, Вишневая к западу от Селидова, тоже под контролем врага. Уже они установили свою тряпку, сейчас производят зачистку. Написал военный, и Марьяна Безуглая пишет о том, что Селидова захвачена. И Юлиан Ребки, известный немецкий военный аналитик из Дания Бильд, также написал о захвате Селидова. Селидова начнем и проанализируем ситуацию, которая складывается в том числе и по другим направлениям российско-украинской войны. Действительно, российская армия плотно владеет военной инициативой и продолжает наступать. И, скорее всего, последними днями ее удалось захватить и Селидова, вот я красный кружочек, и Вишневая, и Горняк. То есть, особенно Селидовый и Горняк, это важный населенный пункт, это города, хоть и малые города, но города. Но главное, что они прикрывали северный фланг Курахова. Курахова наиболее крупного города южной части Донецкой области под контролем Украины. И после захвата Селидова и Горняка уже начнутся непосредственно бои за Курахова, на которые Россия наступает с трех направлений. Наступает с востока через Островское, Максимилиановку и будет наступать уже со стороны Горняка. А после захвата Селидова, который, скорее всего, в ближайшие дни полностью перейдет под российский контроль, поскольку мы видели вывешивание флагов на местном совете российских, у России открывается военная перспектива, во-первых, для охвата Покровска, сейчас покажу, для охвата Покровска с юга, с района Селидова. А во-вторых, для наступления просто на запад, в Днепропетровскую область, в направлении Днепра, в Запорожскую область, поскольку, если вы видите, больших населенных пунктов тут практически дальше нет. Конечно, российская армия не владеет сегодня сейчас такими стратегическими резервами для большого наступления, но, например, после захвата Селидова выход на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей, вот я ее сейчас аккуратненько прорисую, может быть, для наших зрителей не очень хорошо ее видно, в этой части я его прорисую, вот граница Донецкой и Днепропетровской, а вот здесь граница, вот здесь идет Запорожская область, вот здесь у нас Днепропетровская, вот здесь у нас Донецкая, а вот здесь у нас Запорожская область, для упрощения понимания. Выход, высокая вероятность того, что выход от Селидова российская армия начнет наступление просто к границе Днепропетровской области, параллельно пытаясь замкнуть и с юго-покровское направление, скорее всего, операция на Покровск переносится уже на следующий год, когда дожмут Торецк, покажу, и окружая Курахово с северного направления, и, конечно, наступая на само Курахово, на этот район с южного направления, с района Угледара. Так, ситуация негативная, но более всего, знаете, что меня больше всего в этой ситуации волнует темпы наступления, особенно вот если мы посмотрим на этот район, я сейчас вам, просто чтобы никто не говорил, что мы что-то придумаем, откачу на 10 дней. Вот на 27-е было, я Deep State карту меняю, ставлю его на 17-е. Обратите внимание, вот внизу, слева, количество оккупированных территорий 110 375 квадратных километров. 110 375. И вот смотрите, что за последних 10 дней происходит. Количество оккупированных территорий 110 613. Более 250 квадратных километров было потеряно только за последних 10 дней. И даже не это самое негативное. Я вам сейчас еще одну вещь покажу, которую я сегодня обсуждал с военными, военными экспертами. Самое опасное сейчас складывается ситуация в районе Угледара. Помните, еще недавно за него шли бои? А уже от Угледара до крайней точки 9 километров. Более того, последние дни российская армия прорвалась на этом фронте, не только в глубину на 9 километров, но и в ширина фронта. Смотрите, 15 километров. То есть 9 на 15 во всей этой ширине фактически оборона была взломана, прорвана. И сейчас российская армия пытается захватить Богоявленку, Новоукраинку и Шахтерское, для того, чтобы сформировать с этого района условия для наступления непосредственно на Курахово. Главная цель сейчас захватить Курахово. Очень крупный город, электростанция, последний крупный город для того, чтобы относительно спокойно, конечно, в полях наступать, дальше на запад. Конечно, еще есть Большая Новоселка, но в результате этой ситуации под Угледаром, она тоже оказывается сейчас в полуохвате. В полуохвате, я думаю, что бои за Большую Новоселку тоже начнутся уже в этом году, но самые поздние, в начале следующего года. В целом, ситуация на этом Южном фронте очень негативна. Очень негативно, остановить российское наступление не удается. Значительные потери и территориальные, а главное, формируются стратегические условия для продолжения российского наступления на Запорожскую и Днепропетровскую области, что крайне опасно. Главное, что отдаляется линия фронта от ключевых путей снабжения российской группировки на Южном фронте. Это и железная дорога, показанная она таким серым, и автомобильные пути. Негативная ситуация, негативная абсолютная ситуация. Еще что у меня, я хочу, чтобы мы об этом поговорили, пока перейдем к политике, хотя связь между политикой и войной, она очень плотная. Война, в конце концов, продолжение политики. На что я обращаю внимание, и я сегодня пытался обсуждать это с Олегом Стариковым, будет эфир еще. Обратите внимание на то, как сейчас захватываются города. Если раньше российская армия стирала их в пыль, буквально эти города, вспомню там Бахмут, Попасная, Волноваха, Волчанск, Мариуполь, то вот последний захват городов, сейчас покажу вам, последний захват городов, Горняк, Селидово, Украинск, Новогродовка, в меньшей мере Гродовка, фактически достаются целые города. Красногоровка, ну или поврежденные, не критически, это даже не Авдеевка, хотя Авдеевка уже намного целее Бахмута. Российская армия выработала тактику, которая позволяет ей окружать города, охватывать их с флангов, не штурмуя абсолютно в лоб, или штурмуя в лоб только на последних этапах. Если они эту тактику отшлифуют, под угрозой окажутся даже крупные города, такие как Харьков, например, в будущем. Они не будут штурмовать в лоб, они будут просто пытаться окружать их. Если раньше мы противодействовали этой тактике, ну разбивая российские колонны, разбивая российское наступление в полях и посадках, сами укрываясь в городах-крепостях, условно говоря, то сейчас в силу преимущества, нарастающего преимущества России в артиллерии, особенно в авиации, и сформированного баланса в дронах, мы уже остановить эти фланговые клещи часто не можем. Из-за этого мы теряем города с населением, с целой инфраструктурой. Города, которые, безусловно, будут использоваться России для продолжения наступлений. Полноценно используются города, которые имеют значительный экономический потенциал. Вы знаете, мало кто об этом говорит, но вот если взять вот этот Авдеевско-Покровский выступ, то на этом выступе, сейчас я его тоже вам еще чуть-чуть обведу, вот на этом выступе, Украина потеряла более 10 шахт. Более 10 шахт потеряно, на которых добывали уголь, другие полезные ископаемые, те, которые функциональные, те, которые имеют экономический потенциал. Это одна часть ситуации, и кроме того, я уверен, что Россия готовит наступление на запорожском направлении дополнительно. Наблюдается концентрация войск в районе Бирьянска, Мелитополя, которая, скорее всего, может свидетельствовать о подготовке операции или в отношении Гуляйполя, или в отношении Орехова, или, возможно, в отношении непосредственно самого Запорожья. Это Южный фронт. Коротко еще пройдемся. Район Торецка. Чем район важен Торецка? Посмотрите, вот это Авдеевский наступление на Покровск. Пока Россия не возьмет, Российская армия не возьмет Торецк, не начнется штурм Покровска. Не начнется. Шевченко, Покровск, Мирноград, Новоэкономический не начнется. Потому что Российская армия будет опасаться, что Украина проведет контрнаступление с района Торецка, ударит во фланг наступающей группировки. Поэтому Россия будет стремиться занять район Торецка, прошу прощения, Нью-Йорк захвачен, не Липовка, идут бои, но занять район Торецка для того, чтобы одновременно обезопасить себе северный фланг для наступления на Покровск, и одновременно продолжить с этого уже района наступление на Константиновку, через Константиновку на Краматорск и Славянск. Видим, что сейчас в Яирус ситуация ухудшается, продолжает ухудшаться. Вот что тактически на этом фланге. В целом, у России сейчас две задачи такие тактические. Это захват района Покровска-Курахова и захват района Славянск-Краматорск. Причем на Славянск будет наступать как через час Авьяр и Торецк, так и готовится попытка наступления, разворачивания наступления на Славянск по левой берегу реки Оскол, с района Боровой. Там, где российской армии удалось рассечь наш плацдарм на левом берегу реки Оскол, на две части. На Купинскую, штурм города тоже высока вероятность уже самая поздняя в следующем году. И вот Боровскую часть. Вот сейчас российские войска пытаются занять всю вот эту Боровскую часть, всю эту зону, для того, чтобы дальше наступать вот с этой части на Славянск и Краматорск. Славянск и Краматорск для того, чтобы достигнуть политических целей в этой войне. Захвата всей территории Донецкой области, в будущем Запорожской области и выдвижения новых для Украины ультиматумов. Ну и последний участок. Тут динамика на Купинском направлении ниже, но она тоже опасная. То есть мы, Россия уже получила несколько оперативных, серьезных преимуществ, рассечкая плацдарм наш и продолжая наступление на этом направлении. Ну и последняя часть, это, конечно, Курск. Курск, где ожидается введение в бой корейского фактора. Ну вот ситуация, но тоже военная инициатива находится на российской стороне. Российская армия с нескольких направлений продолжает наступать на Курский выступ. Его размер сократился на треть фактически за последний месяц этого Курского выступа. Кроме того, еще большие серые зоны мы видим, 310 квадратных километров. И я думаю, что до конца этого года Россия приложит максимальные усилия. Это цель номер один сегодня, наверное, выбить украинские войска с Курской области. Все остальные цели даже будут второстепенны. И, возможно, здесь как раз сыграет роль вот этот северокорейский фактор. Потому что, обратите внимание, что северокорейцы дают как бы спецназ свой. Это не пехотные войска, это не штурмовики, это не десантники. Спецназ нужен для того, чтобы в условиях маневренной войны, а это единственный участок фронта, вот Курский выступ, это единственный участок фронта, где продолжается маневренная война, где цельных линий фронта практически нет. Вот в условиях маневренной войны спецназ важен, потому что он проникает тыл, разрушает коммуникации, наводит артиллерию. Вот поэтому появился этот северокорейский фактор. Нужен спецназ, который будет просто наводить артиллерию, разрушать тылы, вести более эффективен в такой маневренной войне. Конечно, посмотрим, сколько будет корейцев, посмотрим, как они будут вооружены, будут ли это штатные вооружения или не штатные, и тогда сможем сделать выводы. Но понятно, почему корейцы появятся в Курской области, не только с точки зрения политической или международного права, а с той точки зрения, что это единственный участок фронта, где спецназ корейский потенциально целесообразен. На других участках фронта нужны штурмовики, нужны десантники, нужна качественная пехота, окопная такая пехота. Руслан, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а почему, собственно говоря, и увеличились темпы российского наступления по многим направлениям? Мне кажется, что это следствие Курской операции в какой-то мере. И, возможно, надо задуматься над выводом наших войск в Курске. Правда, русские войска пойдут на спине, наверное, сразу пойдут на украинскую территорию. Курская операция привела к тому, что наиболее мобильные резервы вооруженных сил Украины, они сейчас связаны боями в Курской области. Там, где современная техника, там, где наиболее подготовленные войска, мобильные, раз, и, во-вторых, наступает общий такой элемент истощения. Я бы сказал, даже ресурсно-политического истощения. Численность армии приблизительно одинакова. Нельзя сказать, что Россия доминирует в численности армии на войне. Нет, абсолютно. Но наши офицеры что говорят? Они говорят, что нас не хватает пехоты, что российской пехоты намного больше. Вот отсутствие непосредственно этой армии на первых линиях фронта говорит об ресурсном истощении. Мы не успеваем готовить эту пехоту, мы не успеваем ее вооружать, мы не успеваем ее обучать, и мы не способны сегодня обеспечить на этих участках прорыва, говорю, 10 на 15 километров, ширина 10 под углидаром, глубина 10, прошу прощения, ширина 15. И мы не способны прикрыть эту пехоту, обеспечить баланс в воздухе, в артиллерии, что приводит к значительным потерям пехотных подразделений и их постепенной деморализации, усталости и всему остальному. Я не знаю, является ли это признаком такого уже перелома в войне, я не думаю, но явно кризис оперативного характера уже постепенно формируется в этом районе Угледара, Курахова, Селидова, и для его оккупирования, для того, чтобы приостановить или притормозить это российское наступление, необходимо где-то найти 5-7 бригад, свежих бригад на это направление. Иначе фронт будет откатываться, чтобы вы понимали, что будет дальше, иначе фронт уперется в Покровск и начнет прогибаться в сторону Просиной, Большой Новоселовки, будет формироваться где-то уже вот такая вот вот такая вот дуга, понимаете, вот такую ситуацию мы можем иметь, и даже хуже ситуацию, даже вот сюда можем иметь через 3-6 месяцев.